Италия Италия И чистейших озер Неизвестная Италия Эта прекрасная сеньора Ждет нас Сегодня в программе Красоты провинции Верчелли Становится еще веселее Все ворало, как на ладони Посмотрите туда Это река Сезия Как раз та река, на которой стоит этот город И ущелье, в котором она находится Этими видами Можно любоваться бесконечно Спасаемся от ливня В лабиринтах улиц Новый Иерусалим Или прогулки по Сакрамонте-Диваралла Это одна из самых красивых капелл, которая находится на Сакрамонте Такой своеобразный 3D кинотеатр 16 века, который передает события, произошедшие много лет назад, когда распинали Христа Об этом городе говорят Итальянский Иерусалим Это один из самых красивых городов Италии Ворало находится на севере в горах В долине реки Сезия И ее притока Посетить этот город стоит не только ради Умиротворяющей красоты пейзажей И миловидности городской застройки Но и ради встречи с творчеством Великого местного художника Гауденцио Феррари В Ворало есть его дом, памятник А в церкви Санта-Мария де ла Грация он расписал фреской огромную алтарную стену Но самое главное На горе в черте города, куда можно подняться на фуникулёре Расположен непревзойденный комплекс Сакрамонте Объект ЮНЕСКО Состоящий из 50 капелл, наполненных цветными статуями Которые были созданы руками Гауденцио Феррари и его последователей Дорогие друзья, сейчас мы находимся на полпути к одной из главных достопримечательностей Пьемонта Горе Сакрамонте-Диварало Но мы сделали эту остановку специально для вас, чтобы показать вам вот эту потрясающую красоту Озеро Орто Сан-Джулио Оно огромное, вы можете видеть вот эти маленькие домики А вот там расположена Амения, в таком вот ущелье Туристы тратят колоссальные деньги, чтобы приезжать сюда Летом здесь можно кататься на байдарках Прискупаться в озеро Орто, безусловно, это также разрешено Зимой здесь также потрясающая площадка для горнолыжников С конца октября до начала мая Эти площадки открыты, сюда можно приезжать с семьёй, кататься на лыжах, на сноубордах Здесь всё создано для того, чтобы человек мог насладиться Мог напитаться этой природой, этой красотой Здесь всё очень тесно переплетено, духовность, культура, потрясающая природа, красота Всё это служит на благо человеку Художники воспевали этот регион И мы обязательно, настоятельно рекомендуем вам Посетите озеро Орто и север Италии Вы не останетесь разочарованными В этой программе мы расскажем о том, чем так знаменит Варалла Как создавалось его богатейшее культурное и художественное наследие Которое имеет колоссальную ценность для всего христианского мира и не только Ведь своё второе имя, итальянский Иерусалим, этот город получил неспроста Но обо всём по порядку Мы сегодня добрались до Варала Добрались, иначе сказать нельзя, потому что мы ехали по горному серпантину Поднимались на горы, съезжались Путешествие было нелёгким, но это всё только ради вас Вообще, городочек очень маленький Но, ой, заметить его можно издалека По его самой главной достопримечательности Которая называется Сакрамонте-Диваралла Вот отсюда возвышается эта гора Её уже можно увидеть, но мы обязательно туда поднимемся А пока мы расскажем вам о самых основных достопримечательностях этого города Которых здесь, кстати говоря, совсем немало Даже несмотря на то, что городочек небольшой Располагается в ущелье, в долине реки Сезия Здесь сосредоточена вся самая основная жизнь города Как вы видите, сегодня довольно пасмурная погода Город нас встречает неприветливо Но это не помешает нам прогуляться и всё вам показать История города официально начинается в 1025 году Так как именно тогда появилось первое письменное свидетельство о поселении Поселение это с интересной историей многочисленными жителями Официально стало городом только в 1819 году Сейчас население города в высшей степени скромное Менее 9 тысяч человек Однако это не мешает ему быть привлекательным Для путешественников и паломников Большинство городских достопримечательностей Также носят религиозный характер Это церкви и средневековые домики Первое, что стоит посмотреть в этом городе Это, конечно же, церковь Вообще, Италия богата своими церквями И в каждом городке есть или базилика, или церковь, или капелла Но в Ворало их просто великое множество Эта церковь называется Санта Мария де ла Грация Посмотрите, вообще, вот кажется, с виду совершенно простая церковь Обыкновенное здание, даже слегка пошарпанное Но самое главное сокровище сокрыто, конечно же, внутри Это фрески знаменитого Гауденцу Феррари А, кстати, вот его статуя Но об этом мы расскажем немного позже А сейчас давайте посмотрим, что здесь есть еще интересного Это такой внутренний дворик Убранство совершенно скромное Но, тем не менее, воральцы очень чтут И эту церковь, и художника, который сотворил своими собственными руками все это убранство А на самом деле этого дорогого стоит Потому что он был весьма легендарным и весьма известным художником 16 века Который приложил руку не только к фрескам этой церкви Но также к Сакрамонте, куда мы совсем скоро отправимся А вот, кстати, на этой стене, возможно, даже часть экспозиции, которая находится внутри Вообще, конечно, удивительно Все сохранилось, и краски, и цвета, и сюжет потрясающий Знаете, сегодня в городе очень мало людей Видимо, дождик всех разогнал И это туман такой Все кругом создает вообще невероятную атмосферу А вот здесь классный дворик Все ухожено, все чистенько, красиво Я думаю, что этот дворик посвящен настоятельнице этой церкви Возможно, потому что церковь действующая Здесь проходят службы А вот там тоже какие-то скульптуры Поражает способность итальянца все сохранять Все настолько гармонично Дорожки, улочки, эти церкви Создает такой невероятный дух старины И величие в то же самое время Если вы приедете в Варалло посмотреть на гору Сакрамонте Прежде обязательно стоит посетить эту скромную на вид церковь Почти аскетичная снаружи церковь, кажется, остается такой же и внутри Однако мы заходим внутрь И первое, и единственное, что сразу бросается в глаза Это огромное яркое полотно фрески Строительство этой готической церкви Относит к 1486 году Фреска Феррари появилась здесь позднее В 1513 И сразу церковь зазвучала по-новому Какой художественный блеск исходит от этой церкви Писал швейцарский историк Якоб Пурхард Широкая разделительная внутренняя перегородка Отделяет пространство, предназначенное только для монахов От остальной части пространства, открытого для прихожан Внешняя сторона перегородки, обращенная к публике Как раз и расписана фресками Гауденцио Феррари В Европе в эпоху Возрождения Владение искусством стеной росписи Стало одним из важнейших мерил мастерства художника Именно тогда в Италии фресковая живопись достигла Своего наивысшего развития Гауденцио Феррари выполнил свои восхитительные фрески На площади приблизительно 10 на 8 метров В традиционном геометрическом порядке Перед нами изображен распятый Христос А вокруг 20 сцен из его жизни От благовещения до воскресения В церкви царит умиротворяющая тишина Что позволяет лучше почувствовать фреску, пережить ее Художник вовлекает нас в свой эмоциональный рассказ о жизни Христа И мы с удовольствием последуем за его кистью Ну что ж, вот и статуя Которая посвящена самому знаменитому жителю Варала Как мы уже сказали, это был Гауденцо Феррари Который оставил здесь богатейшее наследие Этот художник учился в Милане Работал в Риме Дружил с Леонардо да Винчи и Рафаэлем Но что самое интересное Никогда никого не копировал А двигался по своей собственной линии Был самобытным и уникальным Здесь в Варала ему посвящена целая улица Вон, посмотрите, написано Via Gaudencio Ferrari Я думаю, что она ведет в центр Так что мы можем пройтись по ней, прогуляться Посмотреть, что там происходит Помимо церквей и капелл В Варала можно осмотреть старый город Несколько вилл и дворцов Городскую библиотеку, музей, театр Картинную галерею Поистине обширный перечень для столь небольшого поселения Добраться сюда можно на автобусе Или автомобиле из Верчелли Или на поезде от Навары В городке действительно было мало народу Что позволило нам свободно гулять И рассматривать местные достопримечательности Вообще местный колорит Надо искать не в центре На площадях А в таких вот улочках Не знаю, живет ли здесь кто-нибудь Ну, честно говоря, даже страшновато идти Хотя нет, он Добрая традиция итальянских женщин Сушить белье на улице Если вы не званный гость То лучше не заходить в узкие переулки Между итальянскими домишками Поэтому мы решили отправиться напрямик К центру города В Варала прекрасное место для любителей Колоритной архитектуры, горного воздуха Интересных магазинчиков И исторических объектов Такое интересное сочетание привлекает множество туристов Самая главная часть нашего исследования Варала Еще впереди Поспешим, как бы не начался дождь Мы находимся на центральной площади города Которая была построена в честь первого короля Италии Витторио Эммануэля II Вон там возвышается его стату А вот сзади статой находится театр Который был открыт более ста лет назад Оперой Джоакина Рассени «Сивильский цирюльник» Это лоджия церкви Санга Уденсо Она была построена в 13 веке И, скорее всего, она была вырублена из скалы Посмотрите, какой монументальный фасад и основание Вот эти лоджии были достроены значительно позже В 19 веке лучшими художниками и мастерами этого времени В настоящее время церковь Санга Уденсо представляет собой сложный конгломерат Включающий фрагменты разновременных построек Это видно по ее архитектуре Создается впечатление, будто здание скроено из двух частей Одна каменная, мощная и основательная А другая покрыта штукатуркой с красивыми лоджиями Смотрится легко и элегантно Увы, полюбоваться подольше на это удивительное сооружение нам не удалось Дождик нас все-таки настиг И нам пришлось срочно искать какое-нибудь укрытие Первая в Европе сакрамонты появилась именно в Варала На ней был создан уменьшенный план Иерусалима С большим количеством часовен Символизирующих священные места Частично природная, частично искусственная Созданная сакрамонты является прекрасным местом для молитвы и созерцания Фреска в церкви Санта-Мария де ла Грация, о которой мы рассказали в начале Как бы предваряет посещение сакрамонты И так, она обязательно к просмотру Потому как настраивает на определенный лад Для понимания этого в своем деревенском простодушии уникального комплекса К тому же дождик почти закончился, и мы начали наше восхождение Сейчас мы совершим с вами весьма экстремальный подъем Угол наклонов уникулера составляет 88 градусов Это будет круто Полет был быстрым и совсем не страшным Эти фуникулерчики ездят туда и обратно десятки раз на днем Так что бояться абсолютно нечего Заодно можно сделать пару отличных снимков и рассмотреть ворала с высоты Ну что ж, друзья, мы уже здесь Сейчас нам откроют дверь На самом деле подъем был захватывающий, было классно Вы могли видеть, какие кадры Бонжерно, бонжерно Вы могли видеть, какие кадры потрясающие открываются Смотрите, солнышко выглядывает, немножко распогодилось, становится еще веселее Все ворала, как на ладони Посмотрите туда Это река Сезия Как раз та река, на которой стоит этот город И ущелье, в котором она находится Этими видами можно любоваться бесконечно Ну что же, мы идем дальше, нас ждет все самое интересное Человеческий гений создал здесь своеобразный диалог между искусством, верой и природой Благодаря работавшим в этом месте на протяжении четырех веков художникам Этот диалог оказался живым и значимым Главным творцом этого великого горного театра и стал Гауденцио Феррари Он отдал капеллам Сакрамонте более десяти лет своей жизни Создавая их, он выступал скульптором, художником и архитектором одновременно Его дело продолжили ученик и другие талантливые художники эпохи Возрождения Сакрамонте Диваралла представляет собой уникальную задумку монаха-францисканца Бернардино Кейми Который однажды побывал в Иерусалиме и решил воссоздать хотя бы часть того, что он увидел в Воралла у себя на родине Задумка была действительно гениальная Столько работы было вложено в этот труд и открывает этот комплекс, который состоит из более чем 50 капелл Вот эта прекрасная, потрясающая церковь Санта-Мария Асунта Сейчас мы посмотрим, что там внутри Церковь Санта-Мария Асунта находится в очаровательном дворике, украшенном пальмами и фонтаном Существующую базилику начали строить еще в 17 веке, а завершили в конце 19-го К сожалению, оно обветшало, да и не могло вместить всех желающих Поэтому решено было создать новое Последним в этой новой постройке сооружался мраморный фасад Слышите, да? Нас встречает звон колоколов Очень приятно Эта церковь – величайшее произведение искусства Вообще, вот эти двери тяжелые Ох, тяжелые медные двери Сделал Джованни Чирути Кстати, тоже уроженец Воралла Давайте посмотрим, как внутри Так же, как и Гауденцио Феррари, Джованни Чирути родился в Альдудже Окончил политехнический факультет Туринского университета и неплохо разбирался в металлах Двери базилики украшены бронзовыми пластинами, на которых изображены эпизоды из Библии Каждый, кто подходил к базилике, сначала мог наблюдать библейские сюжеты, изображенные с удивительной точностью Внутри церковь не менее роскошно, чем снаружи В базилике находятся 142 статуи, изображающие пророков, святых и ангелов Они расположились на потолке купола Интерьер церкви – богатая барокко В 1984 году Сакрамонты посетил тогдашний папа Иоанн Павел II Это место с 2003 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО Над убранством этой церкви работали лучшие художники и мастера того времени Фрески, фигуры, созданные в натуральную величину, барочные элементы позолота Все это создает единую композицию, которая просто потрясает воображение Потрясает! Именно это слово применимо комплексу Варала Красота и великолепие базилики свидетельствует о том, с каким старанием мастера оттачивали каждую деталь Мраморные колонны, невероятной красоты алтарь, приглушенный свет, огоньки свечей и благоговейная тишина Глядя на все это торжественное убранство, чувствуешь себя участником прекрасного и сокровенного действа Церковная община живет активной жизнью Вот этот стенд посвящен новорожденным деткам, которые родились Синие – это мальчики, розовые – это девочки Вот, пожалуйста, Лоренцо, Аличе, Энато, Франческо, молодцы! В базилике началась молитва. Мы решили остаться и немного послушать По коже то и дело бегали мурашки Многоголосье левитов сливалось в один величественный голос, который возносил хвалу Богу Сейчас в церкви началась месса, и мы покинем это здание, чтобы таинство осталось за кадром Идея создания Сакрамонте Варалла принадлежит францисканскому монаху из Милана Бернардину Кейми Ее свидетельство, что он был очень умный и предприимчивый человек Побывав в Иерусалиме, он решается воссоздать хотя бы часть из увиденного Варалла Обретя экономическую поддержку жителей, Кейми начал строительство простых зданий Которые воссоздавали архитектуру домов и церквей того времени Епископ Карло Барамео также был заинтересован в этом проекте 70 лет спустя Что дало новый импульс работе и подарило название «Новый Иерусалим» Все в комплексе демонстрируют сцены из жизни Иисуса Христа Бернардино Кейми вернулся из Иерусалима в 1478 году Именно тогда ему пришла идея создать новый Иерусалим в Варалла Эта капелла была создана в 1491 году, одной из самых первых на этой земле И там хранится статуя Христа На дверях первой построенной часовни, которая воспроизводит священный гроб Господень в Иерусалиме Объясняется причина создания этого уникального проекта Выбранное место должно быть особенным, торжественным, величественным, строгим Северянин Кейми решил, что для этого как нельзя лучше подойдут горы И он выбрал Варалла Сейчас мы находимся в самой первой капелле, которая была создана на Сакрамонте Раньше не все владели письменностью и было очень сложно донести до людей Евангелие и историю жизни Христа Поэтому Бернардино Кейми, создатель Сакрамонте, принял решение максимально визуализировать эту историю Созданная в полный рост и полный размер статуя Христа сейчас находится в этой капелле Раньше по традиции францисканцев на Пасху она переносилась в церковь Санта Мария Асунта Статуя состоит из трех частей Это голова, руки и ноги, которые могут принимать различные положения Из такого положения статуя переносилась в церковь в положении распятия Сейчас эта традиция упразднена и фигура Христа находится в этой капелле В часовнях скульптуры подобны реальным людям Они изображены в человеческий рост, в то время как фрески как бы продолжают повествовать историю, которая чрезвычайно интересна Эта капелла, которая была создана в 1962 году, является одной из самых главных на этой горе Она иллюстрирует тайную вечерю, когда Иисус со своими учениками праздновал Пасху перед распятием Эти фигуры созданы в натуральную величину Они сделаны из таракоты или из глины, цвет которой максимально приближен к цвету человеческого лица Но главная особенность состоит в том, посмотрите на стол Как правило, в иудейской традиции на Пасху подавалось пресный хлеб и вино Но здесь, как вы видите, стол просто ломится от изобилия продуктов Здесь есть яблоки, рыба, сыр, инжир, даже крабы, чуть ли не лобстеры, можно сказать Это объясняется тем, что католическая традиция вмешалась в это дело и внесла свои изменения По пятницам у католиков не принято есть мясо И вообще такой достаточно пышный стол они делают по праздникам, отмечая Пасху Поэтому они заменили мясо на рыбу, добавили сюда фруктов и получилось вот такое изобилие Но, тем не менее, это не портит эту картину и создает удивительное впечатление реалистичности И еще интересный момент, если вы обратите внимание Иисус протягивает кусочек хлеба тому, кто его предал, Иуда И у него нет венца, это сразу выдает его как предателя Гауденцио населяет евангельские сцены в своих капеллах настоящими персонажами, взятыми из повседневной жизни Матерей, детей, домашних, животных, жителей города Он воспроизводит не только физический аспект, но и человечность, чувства Это одна из самых красивых капелл, которая находится на Сакрамонте Такой своеобразный 3D кинотеатр 16 века, который передает события, произошедшие много лет назад, когда распинали Христа Все здесь, каждая деталь в этой капелле, фигуры, лица, выражение глаз и лица Были призваны воздействовать на тех людей, которые приезжали посмотреть, что происходило Художник Гауденцио Феррари сделал практически невозможное Каждый человек, который стоял напротив этой композиции, был словно вовлечен в эту историю Она пробирала до мурашек, и каждый ощущал себя присутствующим в этих событиях Осознавал ли полностью Феррари, что он создал на Сакрамонте? Обращаясь к словам русского писателя, искусствоведа Павла Павловича Муратова Который он сказал в своей книге «Образы Италии» мы находим интересную мысль Работая на Сакрамонте, Гауденцио разделял всей душой стремление своих скромных сограждан к духовному поучению Но Сакрамонте поставила задачу неизмеримо более для него привлекательную, чем простая иллюстрация Сила общего впечатления, которое обрушивается на переводящего дух пилигрима Таково в сущности труднейшее художественное задание всех этих наивных ансамблей И, конечно, если кто мог справиться с этим, так это только Гауденцио Каждая капелла в Варала посвящена ключевым событиям Евангелия Вот Адам и Ева в Эдемском саду еще до своего грехопадения Вот Мария получает благую весть о том, что родит Мессию, спасителя мира Вот мудрые волхвы спешат поклониться царю царей А здесь Иисус, возмужав, служит людям, исцеляя хромых, больных, избавляя от проклятий Суд перед Пилатом и Голговский крест, на котором совершилось искупление мира Все фигуры и общая композиция изображены с поразительной точностью Что создает удивительное впечатление Это зрелище захватывает тебя мгновенно и навсегда врезается в память Ну что же, вот и подошел к концу пятый день нашего путешествия Друзья, он был просто насыщен эмоциями Я не знаю, как вам все передать Под дождь попали Среди итальянских улочек заблудились Мы святую гору поднялись Увидели удивительные капеллы Прекрасную католическую церковь Программу максимум мы выполнили Осталось только попить водички из источника И отправиться в следующий день за новыми приключениями Таким оказалось наше знакомство с городком Варалла Чудо, созданное в 16 веке, живо и по сей день Продолжаю восхищать каждого, кто посещает эти места Не поленитесь проделать это путешествие Оно действительно того стоит На высоте больше 800 метров климат особенно жаркий Это очень чувствуется Поэтому водичка здесь на вес золота Опа Холодненькая Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok